Дорожно-транспортных происшествий на перекрёстках Основной причиной дорожно-транспортных происшествий на перекрёстках является Несоблюдение водителями очерёдности проезда перекрёстков Понятие очерёдности проезда, то есть кто-то первый, а кто-то второй, возникает в том случае, когда траектории движения транспортных средств на перекрёстке пересекаются или, как в данном случае, сливаются Отсюда делаем первый вывод Если траектории движения транспортных средств на перекрёстке не пересекаются и не сливаются, все автомобили проезжают сразу одновременно, не мешая друг другу При повороте направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает Это же правило действует и при повороте налево То есть водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает Данное правило действует на любом перекрёстке И на равнозначном перекрёстке, как сейчас И когда едем по второстепенной дороге И когда едем по главной дороге И на регулируемом перекрёстке При повороте направо или налево необходимо уступать дорогу пешеходам Причём необходимо отметить Не имеет значения, есть на перекрёстке зебра или её нет Любой поворот направо или налево необходимо уступать дорогу пешеходам Также при повороте направо или налево Водитель обязан уступать дорогу велосипедистам Пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает Причём в данной ситуации Уступаем дорогу велосипедистам Независимо от того, где они двигаются Либо у края проезжей части Либо двигаются по полосе для велосипедистов Либо двигаются по велосипедной дорожке Во всех приведённых случаях мы уступаем им дорогу Запрещается выезжать на перекрёсток или пересечение проезжих частей Если впереди по пути следования образовался затор Который вынудит водителя остановиться Создав препятствия для движения транспортных средств в поперечном направлении Данное правило действует на любом перекрёстке В случае, если на перекрёстке или какой-либо части перекрёстка Будет нанесена так называемая вафельная разметка То наказание за такое нарушение будет неотвратимо Поскольку при включении красного сигнала светофора для синего автомобиля Автоматические средства фото- и видеофиксации Зафиксируют остановку автомобиля на указанной разметке А это значит, что вскоре водителю придёт так называемое письмо счастья В данной ситуации можно выезжать на перекрёсток Только для поворота направо или налево При необходимости движения в прямом направлении Останавливаемся перед стоп-линией Только после того, когда затор продвинется вперёд Можно будет проехать через перекрёсток Подъезжая к любому перекрёстку Водитель в первую очередь должен определить Какой это перекрёсток? Регулируемый или нерегулируемый? Перекрёсток считается регулируемым Если очерёдность движения на нём Определяется сигналами светофора Или сигналами регулировщика Если на перекрёстке нет светофоров и регулировщика Такой перекрёсток называется нерегулируемый Также перекрёсток будет нерегулируемый Если светофор есть на перекрёстке, но он выключен Или работает в режиме жёлтого мигающего сигнала Если вместе со светофором установлены знаки приоритета То необходимо понимать, что слушать надо кого-то одного Либо знаки, либо светофор Таким образом, если работает светофор, то перекрёсток регулируемый И на знаки в этом случае не смотрим Необходимо выполнять правила проезда регулируемых перекрёстков Если перекрёсток будет нерегулируемый Необходимо руководствоваться знаками приоритета И выполнять правила проезда нерегулируемых перекрёстков В качестве примера проезжаем данный регулируемый перекрёсток Не обращая внимания на знак приоритета А проезжая данный нерегулируемый перекрёсток Обязаны выполнять требования знака приоритета Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok